Здравствуйте, друзья! На днях тут пришла мне посылочка из Озона. Там сбылась такая моя маленькая мечта. Сейчас всё увидите, всё покажу, расскажу. Поехали! Так, ну перед тем, как показать обзор посылочки из Озона, хочу вам дать отзывы вот на эти два штатива. Эти два штатива я покупала в фикс прайсе. По-моему, оба за 200 рублей, но точно не помню. Или 250, ну что-то такое, да, в фикс прайсе. Есть в них и плюсы, и минусы. Начнём вот этот второй, я уже штатив покупала, с длинного. В нём плюс, что он, конечно, выше этого, да, что он более высокий. Но я не могу сделать его выше, ниже, вот он есть на одном размере и есть. Но это ещё не весь минус. Минус ещё в нём то, что головка вот эта вот, ну как она называется, она не двигается ни вперёд, ни назад. Вот я должна сидеть ровно на этом, или стоять ровно на этом расстоянии. Всё. Короче, он такой малофункциональный. Я им почти не пользовалась, потому что, ну я не знаю, как им пользоваться. Мне нужно там или выше, или ниже обычно, да, вот именно такой вот, чтобы... Я не знаю, или я вообще им не пользовалась, я даже не помню. Короче, вот вообще вот не советую вот этот штатив в фикс прайсе покупать. Ну вот, для меня он оказался вообще бесполезный. Я его купила только из-за того, что я думала, что он повыше и будет поудобнее. Нет. Вот этот маленький штативик и то в сто раз удобнее. В основном всегда, если что-то я снимаю, себя, там, или какой-то товар, да, я пользуюсь вот этим штативом. Ну, единственный в нём минус, это его высота, да, мне приходится его ставить. Или на какую-то полочку, или я даже книги подставляла, на книги ставила. Вот. Потому что, ну, он не убавляется, не прибавляется, вот он маленький такой, да. А когда я снимаю себя, да, вниз, голова. Ну, кто снимает себя в видео, да, то знает, если смотришь вниз, то у тебя и второй подбородок появляется, и вообще как-то не очень выглядишь. Когда сверху снимаешь, смотрится, ну, интереснее. Вот. Но тут вот хорошая тут головка, она всё крутится. Вот, ну, хочешь туда, хочешь сюда, короче, как хочешь. Единственное, ещё два минуса. Ой, ну, не два минуса, минус у двух штативов. Это то, что я могу только снимать видео на YouTube. Да, ну, то есть вот такие вертикальные. Ой, горизонтальные, наоборот. Вот, вертикальные такие, для сторисов, для тиктоков. Я, например, снять здесь не могу. Ну, и теперь я сейчас покажу мою мечту, о которой я давно уже мечтала, грязила. Вот. Что я себе купила. А купила я на Озоне Монопод себе. По-моему, он так называется, но тут не написано, да, по-моему. По-моему, он Монопод. Я у всех, у многих девочек его вижу, всё время мечтала, но что-то как-то я не покупала. А тут взяла просто и купила. Стоила он там, точно не будет, то ли 1600, то ли 1800. Что такое, фирма Хиоми, или как она? У меня такой же телефон фирмы. Он вот такой, крошечный. Подойдёт прямо вот, мне здесь сколько там, сантиметров 20, наверное. Подойдёт в любую сумочку, можно бросить, да. Ну, если кто не знает, что такое Монопод, сейчас немножко покажу. Почему я ещё его купила? Потому что мне сейчас по работе нужно будет снимать, делать контент в ТикТоке рабочий. И поэтому мне нужно снимать вертикальные видео. Здесь, вот как видите, я могу снимать хош вертикально, хош горизонтально, хош боком вообще могу снять. Как хочешь я могу поставить. То же самое я могу двигать туда, сюда, хочешь туда, хочешь сюда, хочешь сюда. Короче, двигаешь как хочешь. Вообще супер. И в то же время это как штатив. Но единственное, что да, выдвигать я могу, ну, немного, да, ну, там, сантиметров 30, наверное, да. Вот, длинный штатив тоже не сделаешь слишком. Но всё равно я могу его поставить. Вот так он разделывается. Оп, оп, оп. Всё. Он у меня стоит. Я как хочешь могу делать. Вот. Ну, я его, честно, я его даже сейчас ещё не пользовалась. И вот тут написано, я прямо сейчас прямо перед видео прочла, что тут, оказывается, есть включение монопода, что какую-то кнопку жмёшь, включаешь, потом выключаешь. Если честно, я даже не знаю, для чего можешь фоткать. включаешь блютуз, и, может, через блютуз я могу фоткать или что-то делать. Короче, я ещё не разобралась. Я даже, если честно, я даже не знаю, где эта кнопка. Как там написано? Здесь вроде нет кнопок. Вот это? Вот это может быть? Нет, вот это тоже не знаю, что это за штука. Короче, я сейчас буду ещё разбираться, смотреть, что это такое. Что вот это за штука? Ну, сама суть, да, что я могу её использовать как штатив. Это головской крути. Я могу использовать как селфи-палку. Конечно, не прям длинную, прям длинную, как настоящие селфи-палки, покороче, но всё равно. Вот. Ну, короче, классная штука. Я думаю, что она мне будет очень понравиться, тем более для ТикТока. Сейчас я ещё и в Инстаграме же, у меня два аккаунта. И, короче, я сейчас вся в соцсетях, поэтому для меня это актуально. Так, оказывается, я сейчас посмотрела. У меня в коробочке лежала, так я думала, это просто подложка, какая-то коробочка, а тут, скорее всего, пульт. Я даже при вас прям открываю. Точно тут что-то лежит. Хорошо не выкинула. Упаковку. Это просто я оставила эту упаковку, чтобы, ну, снять вам видео, да? А то бы я сейчас выкинула. Вообще. Опа! А тут оказывается пульт. И вот для чего эта штучка. И скорее... Да, вот фотоаппарат нарисован. Скорее всего, нажимаешь, и у тебя получатся фотки. Включаешь его. А его заряжать, интересно, надо как-то? Или нет? А, тут, наверное, батарейки. Тут, скорее всего, батарейки там внутри. Не знаю, есть она, нет. Да, прикольно. И я могу, короче, снимать, включать. А я думаю, для чего эта штука? Лишь тоже такое, для чего она? Вот она, пульт тут есть. Класс! Вообще. Так, ладно, следующие покупки. Так, перед тем, как показать следующую покупку, я хочу вам показать свой чехол от телефона. Это называется чехол блогера. Просто. Я вообще обожаю. Вот чехлы вот такие, чтобы закрывались, да? Потому что, во-первых, я... Ещё мне нравится вот здесь, чтобы можно было разговаривать. Закрыла разговаривать, потому что я всё время то щекой нажимаю, то ещё что-то. И я не могла найти себе новый чехол. Везде искала, искала. По магазине. Вот именно такой, чтобы закрывался. Подходил к моему телефону, но ничего, ничего себе облезло. Вот. Не могла найти. А тут, я думаю, закажу-ка я с Азона. И. Опа-на. Мой новый чехольчик. Ой, уже мокрый чёт. Так. Я уже с ним, правда, хожу. Дня два, как посылка пришла. Тоже здесь можно закрывать экран и разговаривать. Мне такие нравятся чехлы, потому что, во-первых, я постоянно роняю этот телефон. Всё-таки он смягчает. Всё-таки он смягчает, мне кажется, падение. Вот. Во-вторых, я говорю, когда ты звонишь, закрыла и разговариваешь. Прям вот так вот, не нажимаешь щекой экран, как я обычно делаю. Вот. Ну, короче, супер. Не помню цены. Вот сейчас уже что-то около 300 рублей он стоит. Вот. Но единственный есть минус в этом чехле, это то, что, когда мы ставим на штатив или на, ну, куда-то в палку, да, ну, мы не поставим его в этом чехле. Ну, да, мешаться всё будет. И для этих целей я приобрела ещё сегодня чехольчик. Вот так, мало ли, куда-то, например, я буду пойду гулять, да, и вот буду узнать, что я буду сейчас много снимать, чтобы постоянно не это, туда-сюда не снимать чехол. А дело вот этот, ну, такой силиконовый, чёрный, обычный. Я думаю, я им редко буду пользоваться, но иногда может пригодиться. Вот, он стоил 100 с чем, стоил около 200, вот что-то в таком районе, в озоне. Вот. Ну, чё, чехолечко-чехолечко. Так, и ещё одна моя покупочка. Я захотела себе купить резинки для волос, да, и на экране, ну, видела такую красивую резинку. Вот такую большую, думаю, сейчас куплю 200 с чем-то рублей она стоила. Ну, потом я ещё когда заказ сделала, думаю, что ж так дорого, 400 с меня взяли, рублей-то с чем-то, или около 500 даже за резинку. А я взяла и нечаянно две заказала. Думаю, ну, ладно, одной лере. Ну, и что, вы думаете, мне пришло? Это называется «Читайте внимательно», что пишут там в магазине. Резиночки, конечно, красивые, но она размером, ну, я не знаю, прям крошечная, ну, сантиметров я ей 7. Я-то думала, я говорю, мне сейчас такую большую принесут резиночку. И вот эта вот стоила 200, около 50, что-то такое в этом районе резиночки. Получилось у меня две. Одну лере, одну мне. А у меня, когда я когда-то достала, я говорю, это вот эти резиночки малюсенькие. Да, ну, надеюсь, что за такую цена они будут качественные. Вот. Так, ну, и ещё одна покупочка. Это лерея тетрадка по немецкому языку. Капец, какие же цены на тетрадки? 500 рублей. Хорошо нам только по немецкому. А если так, знаешь, некоторые, я знаю, по всем предметам, да? Это тысяч пять отдать за какие-то тетрадки, которые они толком пользоваться-то, наверное, не будут. Как в том году мы купили по-английскому, они два раза в нем написали что-то и всё. Вообще. 500 с чем-то рублей я отдала за эту тетрадочку. Хорошо, с одной стороны, хорошо в Озоне, да? Потому что мы везде тут искали. В Ашане. Ну, как, не везде, конечно, искали. Но это надо куда-то ездить, да? У нас возле дома, по крайней мере, нигде нет. Озон хорошо заказал. И всё тебе привезли. Всё, вот эти мои покупочки. Снимаю концовку этого ролика. Уже через несколько дней после обзора я просто не нарадуюсь этим штативом. У каждого блогера должен быть такой штатив. Так что покупайте, даже и не думайте, если у кого ещё нету. Монопод, он как селфи-палка, он всё вместе, всё в одном называется. Ещё я думала, я же сейчас собираюсь вот в ТикТок снимать. Думаю, а как я его буду снимать? Мне кажется, надо будет руку тянуть. Вот поставил штатив, да, и каждый раз мне руку тяну, тяни к нему и выключай, да? А потом до меня доходит, что я могу пульт-то вытащить и на расстоянии включать и выключать телефон. Вообще класс! Вот я такой человек, я всегда всё тяну, да? Вот тянула с каналом на YouTube открыть, я, наверное, года два тянула, полтора точно. Вот тяну что-то купить, а потом об этом жалею. Так что не тяните. Если что-то захотелось, делайте сразу. Мне тоже этому надо учиться. А вам спасибо, что досмотрели этот ролик. Заходите, подписывайтесь, если хотите. Всем счастливо! Субтитры сделал DimaTorzok